Здесь единственное место, куда в России приходят кашалоты. Приступаем к проработке фильма о Сахалине и Курильских островах. Под конец уже, когда летела лавина, в ночь ты даже не просыпаешься. Ты понимаешь, что это летит лавина, но это уже привычно. Дальше досматриваешься на Москве. Вам по-настоящему было страшно в какой-то момент? Ну, антарктическая экспедиция, она была самой психологически сложной. Ты начинаешь ненавидеть тех людей, которых ты очень любишь, потому что съемочную группу мы отбирали очень тщательно. Самая необычная вещь, которую вам приходилось с собой брать при восхождении в горы? Ну, на самом деле спальный мешок, как ни странно. Потому что на ночь в палатке будет к утру, ну, где-то минус 10, минус 15. КВН надо всегда смотреть в зале, всегда. Понятно, что шутили про мост и про губернатора чаще всего. Про губернатора, наверное, вырежут. Почему? Там смешные были. Здравствуйте, в эфире программа «Энергия слова». Меня зовут Елена Женченко. Как обычно, в это время мы встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска. И сегодня гостем нашей программы стал известный российский телеведущий и продюсер Валдис Пельш. Валдис, здравствуйте. Рада приветствовать вас на Сахалинской земле. Добрый день, здравствуйте. Вы уже не впервые в Южно-Сахалинске. И не могу не спросить у вас, заметили ли вы какие-то изменения, изменился ли облик города? Да, конечно. Он похорошел, он стал отстраиваться очень активно. Появились новые вкусные рестораны, чему мы рады. Пока нет зала большого. Вот то, что есть в Светлогорске, то, что есть в Екатеринбурге, есть... Ну, в Перми нет, не согласен. Но вот там это специальные большие площадки, которые, во-первых, рассчитаны на выступления артистов, а во-вторых, они для КВН идеальны. Потому что 1800 человек, которые вчера пришли на КВН, на ледовую арену, это было все-таки маловато. Мне кажется, что желающих было гораздо больше. Мы знали, что очень многие не смогли достать, купить билеты на КВН, потому что, мне кажется, это было событие такое. И берите пример с младших братьев с города Светлогорска. Мы построили просто огромный, прекрасный концертный комплекс. И там наслаждаются в том числе и выступлением клуба. Мне хотелось бы в рамках нашей сегодняшней встречи не ограничиваться темой КВН, а поговорить о вашем творчестве. Ни слова о КВНе больше всего. Мы с вами встречаемся в новом красивом аэропорту. В прошлые разы, наверное, когда вы прилетали на Сахалин, вы прилетали, приземлялись в наш маленький аэровокзальный комплекс. Здесь, как мы видим, много больших экранов, на которых вы прекрасно смотрелись, ваши фильмы. Вот, например, я знаю, что на Алтае, в аэропорту показывают ваши работы. Не было ли у вас мыслей снять что-то о Сахалин, про Сахалин? Но ведь регион действительно интересен и уникален во многих смыслах. Например, остров Шумшу, где закончилась Вторая мировая. Там сейчас буквально музей под открытым небом. И я знаю, что тема войны вам тоже близка. Ну, во-первых, для того, чтобы снять кино, нужно некоторое количество всеобщего эквивалента найти. Мы вчера разговаривали, это были такие прикидочные разговоры с руководством области. Посмотрим. Пока рано об этом говорить. Я бы с огромным удовольствием приехал сюда и снял бы фильм о Сахалине и Курильских островах. Тем более, что здесь единственное место, куда в России приходят кашалоты. Не очень хорошая прозрачность воды, но снять можно. И хотя бы уже поэтому на юг Сахалина приходит самый большой хищник на планете. Больше кашалоты не бывает никого. Это достойно того, чтобы снимать кино. Ну, а понятно, что здесь и природа, и история, и люди. Дайте денег, мы снимем. Я передам. Но чем сейчас вы работаете? Мы закончили, сейчас, собственно говоря, сдали на канал фильм, которым мы гордимся. Но мы всегда гордимся тем, что только что сделали, вот еще как бы не наигрались. Это фильм, он будет называться «Ген высоты 2. Гора всех гор». Это история покорения, прошлогоднего покорения российской экспедиции, самой сложной горы на планете. Это К2. И он получился. Он, в отличие от «Гена высоты 1», который мы снимали на Эвересте, он получился совершенно другим. И эта гора нас, конечно, просто потрясла своей сложностью, своей красотой, своей непредсказуемостью. Мы там под конец уже, когда летела лавина, в ночь ты даже не просыпаешься. То есть ты слышишь шум сквозь... Ты понимаешь, что это летит лавина, но это уже привычно. Вот. Дальше досматриваешься на Москве. Мы сдали его на канал, и сейчас ждем, собственно говоря, размещение в эфире. Надеюсь, это произойдет достаточно быстро. И потом есть несколько проектов, в которых мы над чем-то уже работаем, к чему-то приступаем, но рассказывать о том, что еще не сделано, мы не любим. У вас очень много гениальных... А, и вот приступаем к проработке фильма о Сахалине и Курильских островах. Да, это ценно. У вас много гениальных фильмов, которые... Говорите. Ну, тот же «Ген высоты» или ваши экспедиции там, где вообще люди сложно вызывают, да, Антарктика. Вам по-настоящему было страшно в какой-то момент? Ну, видно, что у вас адреналин... Тяжело. Нет, ну, Антарктическая экспедиция, она была самой психологически сложной, потому что 34 дня в машине вот так вот. У нас еще был бизнес-класс в нашей машине, потому что у нас 3 человека спали в машине, и у нас оставалось где-то сантиметра по 3. То есть можно было, в принципе, вот как-то так вот двигаться. А во второй машине, где ночевали 4 человека, они спали валетом и переворачивались по команде все вместе, потому что там просто было все забито. И психологически это... Ну, ты начинаешь ненавидеть тех людей, которых ты очень любишь, потому что съемочную группу мы отбирали очень тщательно, и с этими людьми я прошел не одну экспедицию, я с ними готов идти куда угодно. Они комфортные в самых тяжелых ситуациях, они всегда поддержат, но ты их ненавидишь просто. А самая тяжелая физическая экспедиция была вот на К-2, потому что даже подход горячий, там 6 дней подъема по леднику Болтора на 40-градусной жаре, и там достаточно небезопасная тропа, потому что ледник движется, там нет дороги. То есть каждый год новая тропа. Это было физически очень тяжело. Риск, да, он есть, потому что там на наших глазах на тропе падали мулы, срывались в пропасть. И мы понимали, что в принципе, да, как бы это может произойти с человеком, там если ты неправильно поставил ногу, камень из тебя вылетел, и ты улетел вниз. Риск есть, как нам кажется, оправдан, но нельзя снять кино, условно говоря, в Москве на фоне Воробьевых гор. Пусть заснеженные, пусть заснеженные Воробьевые горы, дорогие друзья, это самое сложное. Ты должен чуть-чуть вот приблизиться к тем людям, которые идут на вершину горы, и ты должен с ними говорить на одном языке. А для этого иди с ними столько, сколько можно и нужно. К счастью большому, Эверест там надо подниматься выше, где-то до северного седла, чтобы он открывался хорошо. А Ка-2, она открывается уже в базовом лагере, всего лишь 5100 метров, и там уже дальше идти не надо. Дальше пойдут уже наши операторы высокогорные, которые, суть есть, высококлассные профессиональные альпинисты, которые для нас снимают. Вот, и вот красота этой горы, конечно, она до сих пор стоит перед глазами. Вопросы, которые попросили меня задать вам альпинисты, и поэтому я сегодня не приду домой, если не спрошу. Самая необычная вещь, которую вам приходилось с собой брать при восхождении в горы? Ну, на самом деле спальный мешок, как ни странно. Потому что вы узнаете в горах, что спальный мешок, во-первых, это ваша камера хранения, потому что на ночь в палатке будет к утру, ну, где-то минус 10, минус 15. Все жидкости, они спят с вами. Во-вторых, это холодильник, потому что на солнце днем палатка прогревается очень сильно, и вы для того, чтобы не было такой сильной духоты, вы накидываете спальник на саму палатку и делаете как бы термоизоляцию. Таким образом он работает и в ту, и в другую сторону. И на самом деле он настолько комфортный, настолько теплый, что вы спите без термобелья даже. То есть вроде бы там минус 30, минус 20. Совершенно комфортная вещь. Вот это самое удивительное, но это самый большой наш друг. Как вы относитесь к тем, кто поднимается на Эверест на аэротраках? На Эверест нельзя подняться на аэротраках. Вы имеете в виду Эльбрус, наверное. Но на Эльбрус тоже нельзя подняться на аэротраках. Вас бросят до 5000, с 5000 на 5-6-4-2. Значит, 642 метра вы будете идти пешком сами. Это достаточно приличный перепад по высоте. На Эверест мы видели в 2016 году, мы встретили китайца, который ехал на шерпах. У него было три шерпа. На одном из них он сидел, двое были сменными. Они как-то грустно стояли, хотя шерпы очень выносливые. И шерп – это не ваш слуга, это не ваш носильщик, это ваш друг. Это человек, который снимает с вас очень большие объемы забот. Половину вашего рюкзака и ваш кислород, две трети вашего кислорода тащат шерп. А он решил забраться на Эверест, едущи на шерпах. Добрался он до среднего... А, нет, до ABC он добрался, он спускался с ABC, это 6400. И сказал, в этом году гора оказалась сильнее меня. Но в следующем, я чувствую... Вот, мы не знаем, если я умалчиваю. Взошел и он на следующий год. Но вы будете идти все равно. Вам помогут, но идти вы будете сами. И каждый шаг вы будете делать через себя. Мы это называем на зубах. Когда ты... Ощущение, что ты с зубами цепляешься за гору. Но шаг в зоне смерти – это максимум две трети, а скорее полстопы. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, шаг. Вдох, выдох, выдох. А еще выше вы будете делать 8 вдохов. На один шаг. Вот, так что там все сама. На ратраках нет. Вы скайдайвер, дайвер. В одном из интервью вы сказали, что ваша мечта – побывать на австралийском побережье и понырять на барьерном рифе. Это незакрытый дайв-сайт просто. У меня два незакрытых дайв-сайта из таких великих мировых. Это ход сардины у восточного побережья Африки и большой барьерный риф. Но я могу сказать, что после Галапагосов, после Французской Полинезии, после Сокорра, после Гваделупе можно сказать, что основной объем выполнен. Но тем не менее у вас есть мечта сегодня? А чтем мечтает Валерий Китах? Я очень хочу снять фильм о китах. Очень хочу. Вот это, наверное, главная мечта. И если получится найти денег и финансирование, то там мы обныряемся по полной программе. И там очень хорошая идея самого фильма, про что он будет на самом деле. Но он очень дорогой, потому что это съемки по всему миру и где-то в течение полутора лет. Иначе не получится интересно для зрителя. Так что давайте продадим вашу студию. Вот и начнем собирать деньги. И еще один вопрос. Пока вы не улетели, он не был запланирован редакцией, но я хочу его вам задать. Вот я человек, которая выросла на ваших программах, в том числе «Угадай мелодия», которая стала визитной карточкой. И сегодня вы снимаете фундаментальное кино. Это очень глубокие работы, которые показывают в школах детях. Говорите, говорите. Как вас встречает аудитория, публика, когда вы приезжаете по стране по вот этому образу шоумена? Сейчас к большому моему удовольствию. Люди очень часто подходят, говорят о том, что они видели наши документальные фильмы. И при этом я понимаю, что они не видели там розыгрыш, русскую рулетку, «Угадай мелодию». Они что-то слышали об «Угадай мелодии», потому что это такая. Тем более, что она выходит до сих пор в январские праздники новогодние на Первом канале. И меня это радует. Потому что благодаря этому я все меньше и меньше сталкиваюсь с такой ситуацией, когда подходят взрослые родители и там ребенок-тинейджер. И они говорят, «Валдс, можно у вас автограф?» или с вами сфотографироваться, а ребенок дергает папу или мой, говорит, «Папа, кто это?» «Кто это?» Вот. Благодаря фильмам нас знает молодежь, часть молодежи. Это очень приятно. Валдис, большое вам спасибо. Рады были вас приветствовать в нашей программе. До новых встреч. Будем надеяться на Сахалине. Ну и обязательно посмотрите кубок чемпионов, который вчера прошел в Южно-Сахалинске. Была очень хорошая игра, надо сказать. Я прямо очень гордился ребятами. Причем это были три команды. Чемпионы с пылу с жару. 23, 22 и 21 год. Чемпионы высшей лиги. И они прямо дали достойный тур. Я была вчера на игре. И для меня, вот как для Сахалинки, как для человека, который здесь родился, все шутки были очень смешные. Правда, вот уже руки не скали. А КВН надо всегда смотреть в зале. Всегда. Он по телевизору теряет при телевизионной трансляции. Ну, не буду говорить, сколько процентов. Это будет субъективно. Но в любом случае он совершенно не такой, как в зале. И именно в этом и прелесть приезда большого КВНа в тот или иной регион, когда люди приходят, они видят, как это на самом деле происходит. Ну, вот на ваш взгляд, шутки, которые были связаны с нашим регионом, они будут интересны большому зрителю там, как мы говорим, на материке? К счастью, к счастью, мы слышим реакцию зала. И даже если я не настолько... Ну, понятно, что шутили про мост и про губернатора чаще всего. Про губернатора, наверное, вырежут. Почему? Там смешные были. Согласна. Понятно, что там для жителей Москвы вот эта необходимость моста. Он понимает, что этот мост нужен сахалинцам, но не понимает, насколько. Но по реакции зала они будут догонять эти шутки, что да, действительно, это смешно. Но на самом деле КВН, он всегда про то, что здесь. Он про здесь и сейчас. И то, что команды учитывали местную специфику, местный колорит, это было абсолютно правильно, потому что иначе получилось, чтобы мы к вам заехали на час. А вы кто такие? Сахалинцы? Ну, хорошо. Точно? Сахалинцы. А, Сахалинцы. Вот. А здесь команды прожили около недели в городе и понятно, что они приехали, чтобы почувствовать эту среду и чтобы быть на одной волне с аудиторией. Это было очень круто, особенно шутки про Чехова, поэтому спасибо вам большое, что вы приняли участие. Это же все я придумал. Да, да, конечно. Мне и сказали, придет человек. Нет, не КВН. КВН. Я еще не родился, когда его придумали. Мне и сказали, что к нам в студию придет человек, главный по КВНу. Я обманываю. Но не совсем так. Уже третий год мы в очередь ведем игры по просьбе Александра Васильевича и будем это делать столько, сколько нужно, потому что я не считаю себя бывшим КВНщиком, для которого КВН открыл дорогу. Мы сыграли свой сезон 87, 88, 89. Самый длинный сезон, между прочим, за всю историю КВН. Потому что последняя игра была 1 января 89 года. Финал. И мы ушли. Но потом наши пути пересеклись. Более того, я 6 лет назад, когда прилетел... Да, 6... Нет, 8 лет назад, это 16-й год, когда прилетел в Южно-Сахалинск, я отсюда улетал во Владивосток на летний кубок КВН. Я привел КВН сюда. Я улетал и сказал, я вам привезу КВН. Через 8 лет. Спасибо вам большое. Все. Полите. Всего доброго. Друзья, время нашего эфира подошло к концу. Это была программа «Энергия слова». Меня зовут Елена Женченко. До встречи через неделю. Уизвеста. Четверо. Редактор субтитров от intsер